Приветствую подписчиков моего канала, с вами Саввл, я продолжаю играть в СЛР, и как вы помните, в прошлой серии я собрал эту замечательную Mitsubishi Evolution 6. Да, прикольная, в принципе, машинка получилась, и как я и обещал, в этой серии я буду тестить её против стритрейсеров. В принципе, давайте сразу же загонимся, как-то FPS очень плохо проседает, на самом деле, хотя не так уж это и важно, на самом деле, мне кажется, это только всё из-за того, что я пишу фрапсом, но если я буду писать бандикамом, то у меня, когда игра вылетает, то запись нормально не оканчивается, в общем, её нельзя никак открыть. В общем, портится запись в целом, так, я кажется, на ручной коробке передач, потому что когда пишешь фрапсом, а основная нагрузка идёт жёсткий диск, а у меня, по сути, система состоит на жёстком, на одном жёстком диске, ну, то есть у меня один жёсткий диск, система на нём стоит, все файлы на нём хранятся, То есть игра, и ещё пишется файл в агроменном размере. Так, стойте, давайте, что ли, что-то с этим сделаем хотя бы, хотя бы вот так, уменьшим дистанцию. Я не знаю, раньше таких лагов не было, видимо, у меня что-то ещё открыто, прям серьёзные лаги. Я не знаю, давайте 200 метров поставим. Оп, да... Вау, покасательный прошёл удар. Что-то я не понимаю. А, ну вот, в принципе, более... Так, ну давайте я попробую разобраться всё. Так, ну не знаю, в принципе, несколько программ я закрыл, но мне кажется, это... Хотя нет, это всё-таки помогло. Подождите, подождите. Что за... Нет, подождите, что-то я не понимаю. А что я врезаюсь, ребят? Тут какие-то... Знаете, я не понимаю, что в этом мире творится. Ну тут явно что-то есть. А, это фейковый асфальт, всё, я понял. Посмотрите. Видите? Он виден только под этим углом, и... Факт в том, что я сейчас отсюда уехать... А, нет, всё-таки смог уехать. Подождите, у меня что-то с колёсами. Хотя нет. Ауч. Так, давайте заедемся тогда на машину. В принципе, нам терять нечего. Конечно, есть лаки во время проворачивания. Ну, проворачивание камерой и... Ну, так вот, в принципе, нормально идёт по FPS. Ну да, так и будем, в принципе, гонять. И как она тормозит, она же... Все покрышки сирает, нафиг. Нет, всё-таки на автомате, кстати, корявенькое переключение. В принципе, ничего удивительного, что я хотел ещё увидеть. Так, давайте на 15 тысяч загонимся. Ну, что тут у нас. 454 тысячи у нас на балансе осталось. Ну, не так уж много. В принципе, можно подзаработать немножко. Ну, вот эти гольфы, в принципе, без конкуренции. У нас на старте пробуксовок почти что нет. И... Машина едет отлично. Правда, вот у нас задние тормоза тормозят намного сильнее, чем передние. Это плохо. Это очень плохо, ибо... Ибо у нас зад тормозит, и перед у нас несёт куда хочет. Хотя это совершенно... С одной стороны, это совершенно нелогично, но по факту-то у нас зад тормозит гораздо лучше, чем перед. Вау, красиво увернулся. Правда, меня помял. Ну, ладно. Ничего страшного. Так, против форт-фокуса, против вайпера, или... Нет, давайте против фокуса. Фокус полегче, его выиграть сложнее, так что я не ищу лёгких путей. В принципе, сколько бы он на старте не жёг, двигатель, какие бы у него обороты не были, всё равно мы делаем их. Особенно, если закиси азота включает. Так, знаете, я, пожалуй, сейчас вернусь в гараж и попробую поднастроить тормозной баланс. Потому что, ну, слишком зад тормозит, и перед просто юзом идёт. Может, это всё-таки из-за настроек. Нет, в принципе, тормозной баланс настраивать нельзя. Какие у нас тормоза стоят? 300-миллиметровые. Тогда давайте назад поставим. Ну, допустим, допустим. Какие можно назад поставить? Ну, как бы, они не такие уж и мощные, 300-миллиметровые. Вот, 275 самые маленькие. Ну, давайте 275 назад, какие-нибудь 358 вперёд, и четырёхпоршневые тормозные колодки. Посмотрим, что получится. Так, это наперёд ставим большие. Ибо перед у нас не тормозит, а зад слишком тормозит уж. То есть, да, 300-миллиметровые. Я, по сути, тормоза-то и не менял, какие они тут стояли, такие и остались. Очень странно, как они на них ездили. Я вообще не понимаю. К тому же, в принципе, когда машина тормозит, она садится на передние колёса. И главное, чтобы передние были. Чтобы передние тормоза были больше в диаметре. Конечно, задние тоже немаловажно. Если они перегреются, они тоже тормозить нифига не будут. Я, конечно, не посмотрел, сколько времени на улице. Два часа. Ну, ладно, давайте поедем. В принципе, ещё достаточно времени. В крайнем случае, если уж гонщики закончатся, то поедем по городу, покатаемся. Почему бы и нет? Я совершенно не против. Ну вот, на этом двигателе как-то коробка-автомат себя плохо показывает. Хотя, это рядная четвёрка, такая же, как на той же Mazda MX-5. Так, давайте починимся, как красиво это всё смотрится. Ну, в принципе, на этой митсубиси тоже можно дрифтить, если сильно захотеть. Так, давайте тогда... Ну, давайте 15 тысяч, 15 тысяч лишними не буду. Потому что мне лень как-то заходить, потом продавать эти машины. Потом их как-то жалко продавать, пусть в гараже мол, стоят. Интересно, у нас масляный фильтр. Ну вот, он, кстати, хорошую конкуренцию составляет, в принципе. Ну, хотя, всё равно, рядная четвёрка обходит злющую V8. Так, ну я не знаю, что сейчас получилось, потому что я не могу протестировать, меня слишком были колёсов и вёрт, и меня развернуло. Конечно, я сам бываю, это офигеваю, как я мог оговориться, то есть... Я смотрю повтор своего видео, ну, то есть запись видео, и просто офигеваю, как я мог так оговариваться. Ну, в принципе, бывает. Ничего в этом страшного нет. Ну, как-то на АБС она не хочет тормозить. Слишком уж... Ну, велика мощь АБС-ки, нужно что-то послабее. Так, против Опера, против Гольфа, против Скайлайна. Давайте против Скайлайна поедем. Проверим нашу мощь. Я, конечно, уверен, что мы выиграем, но почему бы не проверить? Лишний раз. Давайте всё-таки бампер починим. Мне, конечно, не нравится то, что арки у дверей не совпадают с арками у крыльев, но всё равно. Не знаю, не знаю. Почему нет дверей на ар... Ребят, 15 тысяч. Ну, чуть-чуть машину покорябали, знаете. Давайте закончим гонку. Мы будем сливаться. Ну, как сказать? Как вам сказать? Это чуть-чуть нехороший результат у гонки. Просто поцеловались со столбом. Ну, в принципе, бывает, что отыграем мы деньги, а вот просто машину выстраивать придётся. Деньги-то и отыграй, это по-любому. Так, 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 так! Ну, по крайней мере, мы красиво проскользили по его крыше, а вот какие у него там повреждения, это его проблемы. Стоп! Мы уже проскользили по тому, кто был справа, когда мы ехали. Почему левый остался? Странно. Очень странно. Так, давайте сразу же отыграем вот с Chevy Dragon. Давайте ещё раз починим. Вот, бампер цел. Заднего бампера нет, задних фар нет, капота нет, передних фар нет. В общем, полмашины у нас растарабанилось, давайте закисть азота даже включим. Для большей зрелищности огонька опустим так. Ай-ой-ой! Что-то задние колёса всё равно блокирует. Странно, странно, странная машина, очень странная машина. То есть, смотрите, давайте отключим АБС, значит. Вот АБС. Полностью сказал. И теперь, вот, допустим, разгоняемся, ну, до скольки? До 200, допустим. Ну, не до 200, до 170. Ну да, в принципе, сейчас передние значительно мощнее. Не знаю, хорошо это или плохо. Так, тихо-тихо. Аккуратно, аккуратно подъезжаем. Потому что бывают такие случаи. Подлетает наша машина в воздух. Конечно, не совсем специально, а по воле случая. Так уж получается. Вайпер. Да, вайпер-то мы сделаем. Ну, в принципе, вайпер неплохо держится по сравнению с тем же Дракстером, который, я не помню, как называется, но, в общем, против тех Дракстеров, которым мы катаемся, он не так уж и плохо держится по сравнению с ними. В принципе, после поднастройки он офигенно валит. Конечно, он слишком занижен, может быть, и на всякие столбы можно ушатываться. Да, теперь задние тормоза нифига не тормозят. Сейчас передние у нас. На передних машинах тормозит, машину разворачивает. Ну, надо просто соблюдать какой-то баланс. Ну, в принципе, я думаю, это в данном моменте не так уж и важно. Так что покатаемся так, ничего страшного с нами не произойдёт. Хотя, знаете, я сейчас подумал, всё-таки надо ставить назад обычный какой-то бампер, ибо... Ну, дверь, раз только такой ширины есть, зачем тогда такой бампер ставят? Ну да, сейчас передние чересчур сильно отрабатывают, но пойдёт, в принципе. вот опять гонщиков в красном гараже. На самом деле это ничего не даёт, но почему бы и нет, и плохо всё-таки. ну как ничего не даёт, после этого можно участвовать в чемпионате, но правда я уже давно вроде бы этого добился. Нафига повторно это писать? Так, давайте последняя гонка и пройдемся чуть-чуть по городу. 15 тысяч лишними не будут, но... Давайте задрифтим. Ой, неудачная идея. Ну, в принципе я ничего не решился, так что нормально, нормально. Так, у нас уже почти сколько там будет. Сейчас деньги начисляют, 540 что ли? 544, да. Неплохо поиграли. Так, давайте посмотрим. Я не знаю, я хотел бы съездить на этот остров, как обещал в старых-старых видео. Ну как обещал, просто хотелось бы мне это сделать. Ой-ой-ой. По бордюрам конечно на такой машине ездить не очень, выбора нет, у нас нет выбора. Так, тут проеду? Ну, почти что. За маленьким исключением. Вау, 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 крутая сальтуха была. Так, а где у нас? Давайте тогда сюда свернём, тут вроде какой-то мост есть. Так, я думал у меня капот отлетел. Ну ладно, в принципе, поехали дальше. Самый прикол, что я вернулся на место старта. Где там этот островок? Ооо, да. Компас не могли сделать, не знаю, какие-то отметины с север-ю. Ну, хотя, знаете, я кажется, сейчас в обратную сторону еду, судя по надписям на карте. Всё-таки, по идее, север же должен быть сверху, а надписи же как-нибудь подобно сделали, да? По-любому же. Ай-яй-яй, машина, бедная машина. А-а-а! Чуть-чуть разворот. Просто этот разворот мог увенчаться потерей бампера. Ну, конечно же, не из-за разворота, но бампера я всё равно потерял, но ничего страшного. Главное, я должен доехать. Давайте даже. Тут немножко продрифтил. Потом об бордюр стукнемся. В принципе, от такого удара об бордюр, я думаю, он дискин можно менять на самом деле. А-а! А вот после такого удара об дерево, я думаю, надо менять машину. И никакие распорки не помогут. никакие каркасы безопасности. Так я всё-таки куда еду? Вот, а, да, всё-таки я встретил то дерево, которое остановило меня и вылетела игра. В принципе, это хорошо, так как игра сохраняется в гараже, мне не придётся ничего переделывать. Ну, вы видели, что я не сохранял игру, игра вылетела, и в принципе всё, что было в гараже, сохранилось. Я не знаю, как это я сделал в этой сборке, но как-то так получилось, сам не понимаю. Так, давайте попробуем все задние бампера, чтобы получше будет подходить к нашей машинке, потому что оно широкое и не смотрится, надо какие-то особенные, берег не подбирать. Так, ну в принципе, да, больше выбора нет, четыре бампера. Так, ну четвёртый это у меня уже стоял, да, третий, допустим. Третий прикольный, в принципе. Второй, отстой. Ну, нет, это не тот, вот первый, тоже отстой. Ну да, только третий, в принципе. Конечно, тут нету под вторую трубу дырки, так сказать, выреза, но ничего страшного, разве это нас когда-то останавливало. Так что, подбираем цвет. Кажется, я уже далеко ушёл, но где-то в начале покраска была. Нет. Давайте вот такой вот. Менее розовый, более красный. В принципе, этой машине он больше подходит. Так, в принципе, мы же не докатались ещё по городу, так сказать. Давайте, кстати, тормозные колодки в чёрный покрасим. Не смотрится, потому что красный с красным. Вообще, тормозные колодки в большинстве случаев должны быть чёрными. Так красивее. Так, ну, в принципе, давайте всё-таки доедем до этого островка, до проклятого островка. Не буду больше засматриваться на карту ибо вылету. Стерегут нас везде, просто неимоверно. Ничего с этим не поделаешь, вот такая уж эта игра. Довольно старая куча модов. Так, давайте посмотрим сначала, где у нас находятся надписи какие-нибудь. Так, вроде бы, да, вот нам сюда. Стойте. Да-да-да-да. Вот тут по этому направлению будет север и где-то там этот остров находится. Так, давайте включим круиз-контроль. Так, на какую клавишу он включается? L у меня? Нет. J? Я не знаю, на какую клавишу включается круиз-контроль. Даже не предполагаю так, что будем ехать на всей скорости немножко дрифтить. Может быть. Иногда. Так, главное быть аккуратным. Потому что это все частенько до добра не доводит. Стоп, я не понимаю, у нас мануальная коробка. Да. Так, тихо. Главное успеть остановиться. Ну-ка, это что за круг такой? Хотя, меня больше интересует, что это за звук такой в этом районе. Нет, все-таки дрифтить вокруг этого места не стоит. совсем не стоит. Давайте я вам покажу, как тут выглядит вода. Может, многие не видели. А, кстати, может, это шум прибоя? Нет? Так, найти бы выездки. Вот, 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 есть выезд. Это реально шум прибоя. фигня. Эпс. Ребята, я машину утопил. И, кстати, вы знаете поговорку одну? Знаете, как говно не тонет? Конечно, я с этим не согласен, что это говно, но факт остается фактом, такая уж физика в игре. не, ну просто, по крайней мере, если бы машина уходила на одно, там какая-то черная фигня, это, ебненько, все, это, в принципе, легко объясняется. Так, тогда давайте, знаете, что, поеду на трек, на, вот, на этот дрифт-трек, включу ручную коробку и попробую, как на этой машине двигаться. Может, не так уж все и плохо. Так, то есть, ставим ручную коробку передач, АБС, в принципе, без разницы. Да, вот, примерно так. В принципе, в этой машине отличий почти нет, кроме полного привода. Хотя, вот, именно это и не даст дрифтить в данном случае. По крайней мере, выворота тут тоже нет. Ну, хотя, я бы не сказал, что полный привод это сильное препятствие дрифта, потому что, ну, на полном приводе вполне реально дрифтить. Ну, то есть, в принципе, если хорошо поднастроить, то можно и на полном приводе дрифтить. По крайней мере, ну, ворот тут нужно обязательно. Точнее, не выворота, даже развал. Так, давайте еще один кружок проедем. Ну, вот чисто по прохождению отдельных поворотов просто шикарно. Если поднастроить, в принципе, коробку передач, то это будет шикарный дрифт-корч. Конечно, он не выглядит как дрифт-корч. Да и вообще, сейчас обсен был вопусть, нет, повезло. Как профессионал. Ну, в принципе, во-первых, не хватает тяги из-за неправильной настройки перед коробкой передач. Развала не хватает. А так, в принципе, вполне можно дрифтить. Ну, да, развала, выбора тоже немножко не хватает. Ну, хотя... по крайней мере, на таком полноприводе нужен дрифт именно на высокой скорости. По других вариантах не дано. Хорошо, угла можно давать в принципе. Ничего.